В рамках первого чтения утверждаются основные параметры бюджета – доходы, расходы и объем дефицита. Поэтому в начале несколько ключевых цифр. Общий объем доходов региональной казны в 2017 году спрогнозирован в размере чуть больше 59 миллиардов рублей. Расходы превысят на 2,5 миллиарда. Это так называемый дефицит. Впервые региональный бюджет спланирован без увеличения кредитов, благодаря чему долг по морю на три предстоящих года не вырастет, а останется на уровне 2016-го. Общеэкономическая ситуация, которая предваряла работу над бюджетом, во первом чтении и во всех его деталировках, безусловно, это тенденции, которые мы сегодня наблюдаем. Это реальность объективная. Мы вынуждены были жесткую конъюнктуру, безусловно, предполагать. Это, безусловно, сокращение расходов, то, о чем мы говорим. Это вынужденная экономия, это повышение эффективности всех трат бюджетных, их планирования, во-первых, а во-вторых, в процессе реализации бюджета всех этих трат. Несмотря на жесткую экономию, областной бюджет следующего года по-прежнему остается социальным. На образование, здравоохранение, культуру направлено более 2-3 расходов. Все социальные и публичные обязательства должны быть выполнены. Необходимые средства предусмотрены. Это почти 9 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в бюджете текущего года. Например, проиндексированы меры социальной поддержки населения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Их рост составит 5,7%. На уровне текущего года сохранены расходы на детскую оздоровительную компанию и на лекарственное обеспечение. Не изменится и фонд оплаты труда учителей, воспитателей, врачей, зарплата которых гарантирована майскими указами президента. Будет продолжена реализация проектов «Земский фельдшер» и «Земский доктор», а также других мер по кадровому обеспечению здравоохранения. Первое чтение бюджета сегодня, которое состоялось, должно нам всем показать о том, что мы в следующем году должны очень рачительно относиться к каждому бюджетному рублю. Ну а с точки зрения того, как можно этот бюджет именовать, я бы сказал, что это безусловно социальный бюджет. Это не обсуждается. Все социальные и публичные обязательства бюджета будут выполняться. При этом региональная власть не отказалась и от элементов развития. Предусмотрены средства, пусть и в меньшем объеме, чем в предыдущий период, на строительство ряда значимых образовательных, медицинских и культурных объектов, на развитие опорной сети дорог. Так, объем регионального дорожного фонда в 2017 году составит 4,4 миллиарда рублей. Более 3 миллиардов направляется на поддержку муниципальных образований. 585 миллионов рублей пойдет в развитие сельского хозяйства. В этой отрасли ожидается увеличение производства мяса птицы и яиц за счет восстановления котловской птицефабрики. Мы планируем те вещи, которые связаны с развитием опорной сети дорог. Планируем те объекты, которые мы начали реализовывать уже в рамках нашей областной инвестиционной программы. Поэтому мы и от элементов развития отказываться ни в коем случае не собираемся. Общий объем адресной инвестиционной программы на 2017 год составит 1,5 миллиарда рублей. Почти половина этой суммы, 721 миллион, направляется на переселение граждан из аварийного жилого фонда и развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры. Продолжение следует...